Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. Как вы знаете, я большая любительница средств для очистки пор на коже, так как черные точки на лице меня просто неимоверно бесят. Я перепробовала практически все средства, которые направлены на уничтожение черных точек. Это и наклейки на нос. Я снимаю повязку как наклейку и вижу, сколько грязи остается на этой полоске. Также пробовала бороться с черными точками с помощью народных средств и скрабов. Я беру скраб и наношу его тонким слоем. И, конечно же, попробовала нашумевшую трехступенчатую китайскую маску от черных точек. И сегодня я буду тестировать трехступенчатую систему очистки пор от фирмы BioAqua. Весь инстаграм практически забит рекламой какого-то непонятного черного средства для очищения пор. И в этом видео я попробую сделать такое же в домашних условиях, используя всего лишь два ингредиента, которые по-любому есть у вас на кухне. Итак, мне потребуется желатин и таблетки активированного угля. Это все я нашла в ближайшем супермаркете, при этом потратив не больше 10 гривен. Я взяла три таблетки активированного угля и пытаюсь их раздавить с помощью ложки, превратив это все в мелкую муку. Чем мелче у вас получится уголь, тем удобнее маска будет наноситься на лицо. Как вы знаете, активированный уголь отлично берет на себя токсины, вытягивает все загрязнения и по сути работает как губка, которая впитывает все, что нам не нужно. Дальше добавляем чайную ложку желатина. Смешиваем этих два сухих ингредиента и добавляем буквально ложку или две теплой кипяченой воды, только не горячей. Все это размешиваем и я поставила еще где-то на минуту в микроволновке, чтобы желатин у нас как следует заварился. Вот такая вот липкая кашица у меня получилась. Конечно, такую маску лучше наносить, как только вы вышли из душа, когда у вас максимально расширенные поры. Ну, в данном случае, как видите, я немножко при марафете, но Т-зону я очистила от косметики. Наношу маску я с помощью синтетической кисти, не самое приятное нанесение, скажу сразу, но главное, чтобы это работало. Оставляю черную маску на своем пятачке еще на минут 15-10. Как только она засохла, потихонечку с краюшка я пробую ее снимать. Я лично маньяк очищающих масок и обожаю этот вот хруст и само ощущение, когда вы снимаете такие пленочные маски. Честно, перепробовав всякие наклейки и специальные наборы, могу с уверенностью сказать, что эта маска не хуже. Если вам будет видно, можете присмотреться и там увидеть отвратительные черные точки. Ну, если вы брезгливая, то пропускайте этот момент. Маленький нюанс, лучше не используйте кисть, а пользуйтесь пальцами, потому что я свою еле спасла. Но зато тарелку мыть не нужно. Итак, давайте подведем итоги. Домашняя желатиновая маска абсолютно одинаковая по эффективности с целой китайской системой для очищения пор. Единственное, вам просто немножко дольше придется ждать для ее полного высыхания. Вывод, зачем платить больше? Надеюсь, это видео было полезным или интересным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх внизу под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. А я вас всех целую. И пока!